Вот это сегодня видео издевательства над собой, реально. Намазываем клей. Офигеть, сколько уже волос! Я как будто пьяная, потому что у кого-то висит всё. По-моему, вообще нормально. Всем привет, с вами Елена Дрим, и сегодня у меня очень девочковое видео, поэтому давай не будем затягивать, и погнали! Сегодня мы будем с вами тестировать лайфхаки, которые придумали для нас китайцы, а именно китайские гаджеты, которые я заказывала на Алиэкспресс, и вы ещё, кстати, их не видели. Кстати, да, если ты ещё не подписана на канал, то обязательно подписывайся, потому что у меня на канале вы можете увидеть очень много распаковок. Ну, а если вас интересуют такие девочковые темы, видео, да и вообще, если хочешь узнать меня больше, то подписывайся на мой Инстаграм. Например, совсем недавно я делала вот этот макияж. Делала я его сегодня, но, наверное, видео будет немного позже, а макияж вышел в тот же день. В общем, там всё самое свежее. Вот эта муза моя, она забирает на себя фокус, капец. Карандаш, который у меня был только что в руке, он пришёл вот в этой коробочке, я не знаю, зачем я спихнула его обратно туда, чтобы вы убедились, что он сюда помещается, наверное. Лайфхак, типа, как убрать второе нависшее веко. Вы, ну, знаете, что я сделала операцию на нависшее веко, вы можете посмотреть мои старые видео, можете посмотреть видео про операцию, конечно же. Сейчас будем испытывать на моём, в принципе, уже нормальном веке вот этот вот маркер. В наборе вот такой вот отодвигатель, ну и, собственно, сам маркер, который нужно вот так прокручивать. Оп! Смотрите, пузырик надулся, его видно? Нужно сейчас промазать веко и потом пододвинуть его вот этой пододвигашкой. И так намазываем клей. И вот так вот засовываем туда веко. Так, хорошо, а как теперь эту штуку доставать? Если я её достану, веко опять выпадет. Что-то они не продумали это. О, она выпадает сама. Единственное, что мне стало тяжело закрывать глаз. В принципе, это всё. Если вам хочется тяжело закрывать глаза, то, пожалуйста, берите. Вот это сегодня видео издевательства над собой, реально. И второй хак-лайфхак. Вот такие полосочки, которые я тоже заказала на Али. Они вообще дешёвые-дешёвые. Блин, зачем я так много вытащила? Не знаю. Ну, да ладно, сейчас запихнём. Надо же, пожалуйста, тебе вытащить всё. Ну, да ладно. Они туда затрываются, так что отольём, кому-нибудь подарим. Становится вот такая малюсенькая пластиночка, как лейкопластер, что ли, чтобы брать с собой, наверное, не знаю. Ладно, давайте. Я отклеиваю одну штучку и пытаюсь сейчас её приклеить также на веко, отодвинув его. И, по идее, оно должно там вот наверху где-то закрепиться, на веще веко должно упасть выше. Но вот эта штука, по-моему, она намного лучше, чем просто клей для глаз. Итак, пробуем. Вот я приклеила, и оно веко подобрало. Но мне придётся не моргать, потому что, если я моргаю и открываю глаз, оно вот так вот стрёмно загивается. Это очень странно выглядит. Сейчас попробую на втором глазу наклеить более аккуратно, что ли. Или пониже просто. Смыла тени. Здесь я приклеила на середину века, а здесь приклеила, ну, практически на самый конец. Итак, результат. Я как будто пьяная. У меня глаза открываются. Как бы сначала один, потом второй. Это очень странно. Смотрите, ещё раз. Это очень странно. Смотрите, сейчас глаза реально разные. Я приклеила по-другому. Смотрите. Открывается нормально. И здесь вот такая у меня форма, ну, кругленькая. А вот здесь как будто вот, ну, продольная. Вот такая вот. Капец. Сейчас попробую то же самое сделать здесь. И, может, реально они крутые. Капец, ребята. Ну, что я хочу вам сказать. Вот сейчас я наклеила себе на веке эти наклейки. И мои глаза стали не круленькими вот такими, потому что у меня века всё равно, оно свисает. И оно вот свисает до самого конца. А немного вот продольными. Я нахожу только одну пользу для себя, если я хочу сделать какой-то креативный макияж. И хочу сделать вот такие невообразимые стрелки. Чтобы стрелка не заламывалась, вот можно использовать такие наклейки. Если прям делать, ну, вот прям гигантскую такую широкую стрелку. Потому что чаще всего они заламываются и сделать сложно. На моих глазах всё равно. Но сложно, но можно. Раньше было вообще нельзя. Сейчас сложно, но можно. В принципе, этому, скажем так, бьюти-гаджету я ставлю 5 баллов. Потому что со своей функцией оно справляется. Давайте смотреть следующий гаджет. И он ужасный. Просто я боюсь его пробовать. Потому что я знаю, что вот такие пружинки, они реально вытирают волосы. А у меня сейчас как бы волосы на лице есть. Но они у всех есть. Но у меня они прям нормально так есть. Так, на щеках, видимо, ничего нет. Е-мое! Очень больно! Охренеть! Посмотрите, уже... Офигеть, сколько уже волос! Я провела совсем немножко. Лучше воспользоваться полоской. Блин. Ну, мне хочется сделать, может, половину и потом вам показать. Блин, ну это реально. Мне кажется, будет растряжение от такого. Пипец. Волосы каким-то образом, не знаю, выпадают оттуда. Я думала, что они будут накапливаться. Нет, а пружинки их надо как-то счищать. Но вот сейчас, на данный момент, здесь три волосинки. Но я не думаю, что есть смысл их показывать. Если, конечно, сравнить с восковыми полосками, то этот вариант намного больнее. Но что сказать по итогу? Работает же! Работает! Так что, ну, за боль ставлю 8 баллов. У меня еще есть здесь один бьюти гаджет. Я думаю, что вот этот гаджет уже видели все, но я не заказывала. Я только смотрела у девочек и видела, что не работает штамп для бровей. Но каждый раз я натыкаюсь в инстаграме на него, натыкаюсь на Алишке. И подумала, ну, вдруг у меня получится, у меня просто прямая бровь сделать нормальный штамп на моей брови. Вот такие две бровки, мягенькие. Здесь специальный органайзер для них. Открываем с другой стороны. Здесь зеркальце. И вот такая вот специальная помадка, в которую мы должны опустить вот эту нашу бровку. Ну, давайте пробовать. Итак, я окунаю в помадку. Помадка, кстати, очень приятная и хорошо пигментированная. Мне нравится. Так вот. Идеально по моей брови. И отпускаю. Ой, я стала рыжей. По-моему, вообще нормась. Если бы не перманентный макияж, очень даже ничего сложного угадать с цветом. Я вам напишу, какой я цвет брала. думаю, подойдет для более таких русых склонным к рыжеватому так, я не поняла а что у меня здесь какая-то странная губка как будто срезанная вот, зацените, какая кривая держи отпускаем мне кажется, здесь лучше да? ну, ладно, мне, наверное, кажется думаю, что покупать можно я вот сейчас, чтобы вы не отматывали, не смотрели до моей брови и после вставлю вот здесь себя рядом, только неговорящую и вы увидите брови до и вот сейчас после, сейчас они, конечно, стали темнее и, наверное, мне не идет, но если у вас светлые брови, вы их постоянно красите, у вас нет первонетного макияжа, то неплохо, вы все знаете, как стиль, да, я люблю вот эти штуки, это соски на сосочнике, и я очень сильно люблю носить их вместо лифчика не люблю лифчик летом, вообще терпеть не могу он давит везде, в нем жарко да и зимой не люблю, зимой вообще ничего не видно вот короче, чаще всего я хожу в них, у меня есть их очень много, эти уже старенькие у меня, у меня есть уже и новые, лишь это не очень дешево стоит на Алиэкспресс а также вы можете их купить в обычных магазинах, но только в три дорога, естественно сейчас есть апгрейндая версия, так как слишком много людей стал носить их, и все замечают такую проблему, ну не все могут носить, потому что у кого-то висит все, да, скажем так теперь вот такой сосок идет сразу с вот такой нахлобучкой сверху вы наклеиваете его, а потом вот так вот тянете грудь наверх и приклеиваете ее к своей грудной клетке и она у вас поднимается это очень круто ну конечно не для пятого размера я думаю, там не такие супермоментные наклейки что они выдерживают а также я думаю, во время жары они будут тоже спадать хотя, ну это не знаю, это надо проверять и так я приклеиваю вот скажите, издалека видно ли разницу? ну блин, я так смущаюсь на самом деле вот эта штука вообще вцепилась в меня в мертвой хваткой ну и осталась у меня еще одна прекрасная вещь для того, чтобы вообще никогда не потеть если вдруг у вас есть такая проблема у меня их очень много как будто я, короче, потею больше всех здесь вот такая подмышечка внизу большая часть наверху маленькая часть сзади клейкая основа, которую вы отклеиваете вот так вот отклеиваем и приклеиваем вот сюда ну а, соответственно, нижняя вот здесь и все, можно идти на физкультуру и у вас не будет больше вот таких больших кругов я знаю, что реально многие стесняются вот этих кругов то, что спина вспотеет ну, естественно, это в основном девочки так что, девчонки, 100 рублей и вы больше не будете потеть мать, ну ты открываться будешь я тебя держу, уже два товара в руках ура! пахнет отвратительно как бабушкина помада вообще ужасный запах без ароматизатора, короче как раньше итак, контуринг не знаю, мне он очень понравился плей 101 стик наверху беленькая основа внизу черная давайте попробуем сделать суперконтуринг как в интернете итак рисуем давайте точки нарисуем у меня сейчас, в принципе, не так много тонального средства поэтому, я думаю, нормально все растушуется если что, это новый способ контурирования от Ирины Dream господи он сломался я вот так вот шевнула и он сломался у меня, прикиньте вот такой вот он недолговечный вот проверили, проверили поняли? не покупайте, чтобы вот этого не было кстати, заказывала очень много всего продавцы почему-то отказываются мне отправлять не отправляют половину приходится открывать спор растушевываем пальцами потому что больше я ничего не брала в целом мне очень нравится растушевка мягкая все реально хорошо тушуется единственное после него придется, наверное, духи какие-то наносить на лицо потому что воняет он страшно вообще, я не люблю такой запах я не знаю, может быть, китайцы любят такой запах но точно не я я думаю, и вам он не понравился мы все слишком сильно подобраны NYX, Maybelline и так далее потому что все это пахнет очень вкусно а вот это ну вообще, капец короче ну что вроде держится хорошо второе веко держится тоже прекрасно главное, научиться его клеить ну и с вами была ваша Ирина Дримм не потейте будьте красивыми и главное мечтайте действуйте никогда не останавливайтесь я надеюсь, вам понравилось это видео мы классно поболтали и провели этот вечер вместе всем пока-попока пока-пока увидимся уже сегодня на моем инстаграме не забудь подписаться как и на канал пока капец, уже солнце зашло понимаете надо раньше садиться снимать ого слышали ну ты прямо королева сегодняшнего вечера в это видео попадают три случайных человека которые нашли единорожку в прошлом Полина Даша и Ангелина поздравляю вас и передаю привет пока-пи-пи-пийц Продолжение следует...